В видео про то, катит или не катит рама, я обещал снять про жесткость каретки при педалировании Отдельное видео, потому что посчитал эту тему особо интересной Сегодня мы поговорим о том, как влияет жесткость кареточного узла на скорость и не только Всем привет! Снимаем на фоне трансфагараж или что это? Ну на альпы тоже похоже на самом деле Что такое жесткость каретки? Хоть и на кареточный узел действует несколько сил, в том числе кручение В велоиндустрии в общем и целом принято определять жесткость по отклонению кареточного узла в миллиметрах Схожий по принципу тест на жесткость может провести каждый из вас, взявшись за седло и руль руками И надавив на каретку через шатун или напрямую посередине В таком тесте важно и то, насколько жесткие колеса, длина перьев Поэтому тест нельзя назвать объективным, но все равно это даст некоторое представление Давайте посмотрим, насколько жестче или мягче та или иная рама просто на выбор Нам необходимо взяться за руль, за седло и надавить либо на педаль, либо на центр каретки И мы можем заметить, как у нас гнется рама Тут, конечно, все зависит от жесткости и самого колеса, но в целом это будет видно Мы взяли другой велосипед, тот у нас был хромолевый, это алюминиевый велосипед Тот был достаточно жесткий на самом деле, сейчас посмотрим этот Ну, мне кажется, что они где-то одинаковые по жесткости Ой, возможно, даже хромолевый чуть-чуть жестче, а может и нет Ну, а теперь мы взяли карбоновый велосипед, сейчас потестируем, как он И что-то мне кажется, на самом деле, что он мягче, чем алюминиевый и даже хромолевый Давайте попробуем взять еще один какой-то карбоновый велосипед Вот этот выглядит, конечно, супер жестким, сейчас мы посмотрим Реально не видно вообще, что гнется даже Не, хотя гнется, конечно Там колодка, видно, прям приходит Но мне кажется, что чуть-чуть жестче все-таки От чего зависит жесткость? В первую очередь жесткость каретки будет зависеть от материала И, может, даже в большей степени от ее формы Титановые, хромолевые и хай-темные рамы в среднем по больнице будут иметь меньшую жесткость Так как используют круглые формы трубы Это и подтверждает различный тест Например, тест более 1000 рам 56-й ростовки показал вот такие вот результаты Алюминиевые рамы 63 ньютон на миллиметр Ну, то есть при силе 63 ньютона каретка отклонялась на 1 миллиметр Ну и чем меньше эта цифра, тем меньше усилия надо, чтобы каретка сдвинулась на 1 миллиметр Ну и тем меньше жесткость Карбоновые рамы 62 ньютон на миллиметр Остальные 53 ньютон на миллиметр На 20% меньше И титановые рамы тоже 53 ньютон на миллиметр Алюминиевые и карбоновые рамы можно делать каким угодно благодаря тому, что легче придать форму трубам Тем не менее, многим нравится, как ведет себя при педалировании титановая и хромолевая рама Но это общие результаты И вот по тесту я походил по магазину И мне показалось, что хромолевые были даже жестче некоторых карбоновых Поэтому тут все зависит от ситуации На что влияет жесткость рамы? Рассмотрим, на что влияет жесткость рамы И начнем с самого неочевидного Первое – это трение цепи о переключателе Это неприятное и раздражающее явление может происходить только при очень больших нагрузках И совсем малой жесткости каретки Которая должна изгибаться очень сильно И настолько сильно, чтобы цепь в определенный момент цепляла рамку переключателя Многие винят в этом именно мягкий кареточный узел Но в основном тут играют роль другие факторы Например, жесткость самой каретки Люфт в подшипниках Ну или жесткость вала Но давайте проверим, влияет ли жесткость каретовышечного Кареточного узла на то Будет ли задевать цепь, а рамку Ну или не будет Для этого надавим с противоположной стороны на каретку Сейчас мы возьмем велосипед Надавим сильно на каретку И посмотрим, приблизится ли цепь к переключателю Ну чисто теоретически она немного должна приблизиться к переднему переключателю К ее рамке Мы провели тест На камеру вообще ничего не видно Но мы визуально посмотрели И моей массы как минимум не хватило для того, чтобы продавить каретку настолько Чтобы цепь приблизилась хотя бы на 1 мм к рамке переднего переключателя Поэтому я думаю, что мягкая каретка наименьше влияет на то, что цепь может притирать к переднему переключателю А больше как раз таки будет влиять жесткость самой каретки, которая вкручивается Ну и вала, соответственно Ну как-то так Но возможно, если вы весите 100 с чем-то килограмм и очень сильно давите И у вас очень мягкая каретка То, конечно, проблема немного будет усугубляться Если у вас каретка реально очень мягкая Самым реальным способом исправить эту проблему Это не замена рамы, а замена системы и каретки Например, на вал с большим диаметром Если у вас стоял квадрат И каретку на выносных подшипниках Второе, на что может влиять маленькая жесткость, это трение покрышки о рам Из-за небольшой жесткости рамы может притирать в определенные моменты колесо о перья И тут есть такая поучительная история То, как ко мне приехал чувак, у которого протирала из-за биения колеса покрышка раму Я отрекомендовал, конечно, выровнять колесо, чтобы не угробить раму На что он мне ответил, что сапрамат он в институте учил И что покрышка сотрется быстрее, чем алюминиевая рама Но через некоторое время я узнал, что все-таки его рама стерлась до дыр Как говорится И это, кстати, очень распространенная проблема Когда покрышка из-за того, что притирает немного к раме Стирает, причем даже алюминиевую или стальную И чтобы вы понимали, даже усики, которые стоят на покрышке Могут легко стереть лакокрасочное покрытие на раме На всякий случай, кстати, рекомендую хотя бы наматывать изоленту на перья Есть идея такая, что когда тросик у вас проходит через каретку Из-за того, что гнется каретка, увеличивается радиус, увеличивается дистанция Из-за этого тросик немного натягивается И переключает у вас задний переключатель И цепь прыгает между звездами Я для того, чтобы провести эксперимент Намотал немного изоленту сюда, на тросик И мы сейчас будем сильно давить на каретку Со всей силой, которой я могу И посмотрим, если действительно тросик ходит Тут как раз такая рама, через которую проходят снизу тросики переключения Через каретку В общем, что, Димон, ничего не видно, да? Вообще ничего не видно Короче, моей массы опять не хватило для того, чтобы сдвинуть тросик Хотя бы на миллиметр А значит, при обычной езде Вряд ли что-то произойдет И произойдет переключение во время, там, даже спринта Я не думаю, что каретка может так сильно прям прогнуться Что у вас натянется тросик хотя бы на миллиметр, либо два Я сбился со счета, но последний фактор Ради которого я, собственно, и снимал видео Это влияние жесткости рамы на КПД Ну и ощущение от отдачи велосипеда Мне часто доводится слушать, что тот или иной велосипед Имеет лучшую отдачу при педалировании Вот ты как будто давишь на педали И вся энергия переходит к колесу Все выглядит супер логичным и научным Когда утверждаешь, что чем жестче будет кареточный узел Тем меньше энергии уйдет на изгиб И больше энергии передастся колесу Но огромное количество раз производители ошибались И теория не совпадала с практикой Как и в случае с покрышками, которые перекачивали Или использовали максимально узкие А оказалось, что они не так хорошо катят Да и в реальной жизни мало кому нравятся Максимально жесткие рамы в каретке Ребята из журнала Bicycle Quarterly Имели небольшие сомнения касаемо влияния жесткости на скорость Поэтому они вместе с производителем рам Решили провести двойной слепой тест Это значит, что ни экспериментатор Ни тот, кто тестирует велосипед Не знают, на чем они едут Процитирую, кстати, ребят Как проверить, был ли реальным наш опыт А не только наше восприятие Возможно, нам с Марком просто нравились красные велосипеды Все другие журналы по-прежнему говорили О жестких поперечном направлении И вертикально мягких рамах Как о конечной цели Мы решили провести двойной слепой тест с четырьмя идентичными рамами Сделанными из трех разных труб Дубликат рамы служил контролем Кроме подсидельной и нижней трубы Велосипеды были идентичны до последнего компонента Их вес был уравновешен Чтобы сделать их действительно одинаковыми За исключением того, что их характеристики гибкости были разными Ну, то есть взяли велосипед Только трубы нижние отличались То есть жесткость отличалась А все остальное было идентично Даже вес Единственный способ идентифицировать их Это крышка рулевой И администратор теста менял их между запусками И, конечно же, тестировщикам не разрешалось разговаривать друг с другом Этот тест был огромным и дорогостоящим мероприятием для небольшого журнала Но мы сошли важным сделать это правильно Ну, действительно, сделать четыре рамы ради теста И укомплектовать одинаковое оборудование Это на самом деле недешево Результаты подтвердили наши предыдущие впечатления Двое из трех наших тестеров Смогли определить, на какой раме они ехали быстрее со стопроцентной точностью Просто основываясь на том, как рама работает при резком педалировании Но самое интересное, что райдеры постоянно были быстрее не на самой жесткой раме Измерители мощности показали, что они выдают на 12% больше мощности на рамах Которые спланированы лучше всего для них То есть не на самых жестких И при этом им было легче ехать по ощущениям Наш третий тестировщик не смог определить очень небольшие различия Все велосипеды, участвующие в этом тесте, были относительно гибкими по сегодняшним меркам Конец цитаты Тут, конечно, прирост в 12% мощности меня удивил Это какая-то слишком большая цифра Но все-таки педали крутили люди, а не роботы И мне кажется, что тут эффект плацебо имеет то же место быть Как же объясняется данный феномен? Представьте, что вы легкотлет по прыжкам в высоту Конечно, очень гибкий шест не подбросит вас высоко Так же самое, как и слишком жесткий шест не даст лучший результат Шест должен подходить вам идеально Небольшая ремарка, кстати Сразу хочу отметить, что у меня нет четкой позиции по этому вопросу Потому что вряд ли есть тесты, которые могут достоверно определить влияние жесткости рамы на скорость Но то, что на одной раме как минимум приятнее ехать и ощущается большая отдача Остается фактом И не всегда это самая жесткая рама Так как я не имею окончательного мнения То скептически отношусь ко всей информации Вот все-таки шест, например, это не велосипед Там немного другой принцип Например, что касается теннисных ракеток То более жесткие ракетки развивают скорость мяча выше Но, насколько мне известно Для лучшего контроля используют ракетки не с самой большой жесткостью Интересный тест провели GCN Надеюсь, кстати, Серж Расклад его переведет Установили велосипед на станок Зажали задний тормоз А под педаль установили блок Райдер надавил на шатун И в основном за счет прогиба рамы Педаль опустилась немного ниже Когда тормоза отпустили Каретка смогла принять прежнее положение И колесо начало вращаться Если вкратце То вращение объяснили тем Что при изгибе каретка немного наклоняется И становится ниже С той стороны, с которой вы, собственно, давите И теперь она будет в таком положении Пока вы не отпустите тормоз Как только вы отпускаете задний тормоз Каретка возвращается в исходное положение И вращает за собой через цепь заднее колесо Где конкретно и сколько энергии было запасено Ответ не смогли дать Но предположительно Это и в каретке И в цепи И в шатуне И так далее Тем не менее Этот пример может быть лишь одним из объяснений И выходит так Что при максимальной нагрузке Каретка прогибается Когда нагрузка уменьшается Например, в мертвых точках То каретка возвращается И как бы помогает вам докручивать Ну, мертвой точкой Это как раз вертикальное положение шатунов Этим можно и объяснить Почему одним нравится жестко На изгиб в каретке рама А другим нет Например, тем, кто прилагает максимальное усилие Любит ездить стоя Мягкая рама, скорее всего, не понравится А тем, кто использует небольшую мощность И сидя в седле педалирует Это может помогать выводить шатун Из мертвой точки И впечатления такой рамы будут самыми положительными А что же думают производители велосипедов На эту тему Ну, там всякие Спеш, Кадел, Червела и другие Сейчас тут тоже немного цитат просто будет Представители Спеша подтвердили Что в слепых тестах Гонщики не смогли выбрать более жесткую раму Когда спортсменов прямо спросили Какая быстрее Вместо этого многие считали Что они быстрее на велосипеде С меньшей жесткостью Лектор Байсикл Академи И производитель велосипедов Том Стерди Объясняет Цитата Теоретически Более жесткая рама будет более эффективной Поскольку в системе меньше потерь На практике я считаю Что ответ более сложный А инженерка Дейла заявил следующее Я больше не верю Что максимальная жесткость Определяет идеальный байк В Червела заявляют Что жесткость рамы при педалировании Может быть слишком высокой Интересное, кстати, словосочетание Слишком высокой жесткости Как и в случае с жесткостью Рулевого управления Можно увеличить жесткость Педалирования до уровня При котором гонщик Не заметит разницы То есть до какого-то момента Имеет смысл делать Раму жесткой А после какого-то предела Бессмысленно Это только увеличит Массу велосипеда, например Лично я считаю Что слишком Большая жесткость каретки Может оставить не самое лучшее впечатление А наше субъективное восприятие Напрямую влияет на вполне объективные показатели Что-то сродни эффекта плацебо Когда велосипедист создает небольшой крутящий момент То ему и не нужна супер жесткая рама Потому что и той жесткости, что есть В принципе будет достаточно Но, конечно, и слишком хлипкая рама Может стать причиной затирания О чем мы говорили в начале видео Скоро, надеюсь, закончится зима И мы сможем кататься на велосипедах А пока не скучайте И не болейте Всем хорошего настроения И пока Что там, кстати, Димон в кроссовках Какие технологии Используют ли супер жесткую подошву Для того, чтобы быстрее бежать Потому что, как я понимаю Мягкая подошва Она же будет немного демпфировать И забирать твою энергию Особенно, когда ты будешь отталкиваться Ты же отталкиваешься от мягкой подошвы И она как бы гасит твою энергию Это же логично? Сейчас мягкие кроссовки делаются И для быстрого бега И для медленного бега Но для быстрого бега В мягкие кроссовки вставляют еще Карбоновую пластину Есть еще и пластиковые пластины Есть пластины из Pebex Но в основном карбоновые Они вот такой вот формы Дай руку Они вот такой вот формы Это получается носок Это пятка И здесь большой стек Это тоже, да В беге называется стек То есть он не может быть больше 4 мм Подошва Поэтому они стали толкнуть Для того, чтобы создать этот эффект качельки Когда ты наступаешь на переднюю часть Пластина разгибается И тебя пятку выносит вперед За счет этого Оно проталкивает тебя немного вперед И жесткие кроссовки Используются для быстрого бега Типа на 100 метров? Нет, даже для марафонов Типа 42 мм Имеется ввиду подошва Или вот это вот Жесткая именно вставка Субтитры создавал DimaTorzok